очень хорошее мероприятие собирает очень большое количество участников рынка в одном месте и хорошо что это мероприятие происходит в петербурге не москве и все никуда не спешат и не бегут законцентрированы здесь по крайней мере там день-два это позволяет спокойно нормальное общение формальной и неформальной обстановке на российском рынке инновационные препараты появляются как правило через 4-5 лет после того момента как они получают одобрение либо американской разрешительной системы либо европейской либо японской и далеко не все доходят до российского рыбка my commit is a little bit of a history already although it is in my mind you know a lot and I think a lot of people as well but I think Takeda is there and I'm very very satisfied how they have done it in Russia to basically from all launch introduced at a kid on the brand файзер выступает зато и славился всегда тем что качество препарата должно быть на самом высоком уровне это то что отличает нас и то что мы хотим чтобы было свойством дженерических препаратов проблема взаимозаменяемости стала но одно из ключевых таких новелл тех изменений которые вносятся федеральный закон 61 и на самом деле это не случайно потому что прежде всего большинство игроков рынка видят в введение этого понятия аспект экономический сейчас путается несколько понятий фальсифицированные препараты недоброкачественные контрафактные у нас процедура контроля за ценами она выстроена таким образом что аптечному звену выгоднее ну и вообще дистрибуционной цепочки выгоднее продавать дорогостоящие лекарственные препараты если пациент будет знать в силу нормы закона в силу экспертизы в силу значит требований по качеству до лекарственных препаратов будет значит на рынке обращаются лекарственные препараты взаимозаменяемые с разной ценой он будет искать наилучшую цену и он создаст спрос на дешевые лекарственные препараты и преимущество на рынке в невзирая на все эти программы получат те компании которые будут предлагать дешевые лекарственные препараты и это главный инструмент снижение цены в федеральных округах мы конкурируем с местными крепкими крупными региональными сетями вот это наши конкуренты конечно с ними конкурировать достаточно сложно но это возможно проблематика конкуренции замечательно но есть другая сторона позиционируя препараты как взаимозаменяемые соответственно мы должны дать инструмент врачу который бы однозначно мог сказать что препарат а равен препарату бы их различие всего лишь в цене вот это самое сложное потому что наряду с экономической взаимозаменяемостью существует еще взаимозаменяемость терапевтическая то что на сегодняшний день ни для кого не секрет что конкуренция очень высока и есть территории в российской федерации где насыщенность аптеками на количество населения достигнули критической массы и поэтому конечно рентабельность многих аптек резко снижается те кто работает дорого скорее всего будет снижать цены те кто работает дешево будут поднимать цены и мы где-то войдем в приемлемый небольшой диапазон и будем бороться за клиента качеством услуги пузыка о о в Продолжение следует...